Когда глаза я закрываю в полутреме, окутываю тело лапы снов, и вновь оказываю шум на водоеме, где море человеческих грехов. Стихотворение «Часовой» Мирослава написала на уроке литературы под влиянием Лермонтова. Сегодня она читает его для воспитанников Одинцовского центра эстетического воспитания, которым рассказывает о своем творчестве. У 13-летней ученицы 4-й гимназии уже есть успехи. В этом году вышла ее первая книга «Мысли вслух». Девочка написала ее во время пандемии, когда еще училась в кадетском корпусе и сама находилась в изоляторе. Болела. Этот сборник действительно очень хороший для первого, так называемого, шага. И мне он очень нравится. Конечно, некоторые стихи немного недоработаны, и в чем-то у них есть изъяны, но я очень довольна этой книгой. И я думаю, что в будущем я буду гораздо больше писать. О природе, порогах человека, эмоциях. Мира пишет обо всем мире. И такие встречи с читателями для нее очень важны. Юный автор хочет поделиться своим творчеством со всеми, а заодно своим примером показать, что заниматься важными делами можно в любом возрасте. Я планирую выпускать еще один сборник, который будет гораздо больше этого, гораздо толще. И в нем уже будут новые стихи, которые очень красивые. Во вторую книгу войдут новые стихи, поэмы, легенды. Кстати, среди зрителей тоже есть юные писатели. Амелия восемь. Она хорошо учится в школе, любит читать и пишет свою первую сказку. Я уже пишу свою книжку. Я уже пытаюсь закончить вторую главу в этой книжке. Она называется «Волшебная страна». О чем она? Она о Коле и Кате, которые попали в такое царство с помощью волшебного зеркала. Из-за коронавирусных ограничений в зале немного зрителей. Зато все записывается на видео. Ведь подобные встречи в центре проводятся регулярно. У нас есть проект, специально заточенный под профориентацию для школьников. Он называется «Наш выбор». И подобные встречи мы регулярно проводим, каждый год. К сожалению, в нынешних условиях в основном это встречи онлайн-формата. То есть мы встречаемся с гостями в отчетном режиме, но записываем их на видео. Соответственно, потом выпускаем ролики на YouTube. При этом руководство центра надеется, что вскоре будет проводиться больше живых встреч и мероприятий в офлайн-формате. Наталья Кончарова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».